Кредит наличными от почта банк – это максимально удобный и простой способ реализовать даже самый сложный ремонт. Больше не нужно стоять в очередях, собирать горы документов и ждать одобрения от банка. Все оформление проходит через онлайн-форму, которая сейчас представлена на ваших экранах. А принятие выдачи кредита проходит всего лишь за одну минуту. Друзья, всем привет! Это видео является небольшим продолжением предыдущего, где я вёл речь о нанесении декоративного покрытия на стены в комнате. Ну, а если точнее, декоративной краски декорация – это гладкий шёлк, кадр из которого вы сейчас, в общем-то, и можете наблюдать на экранах своих устройств. Так вот, многие в комментариях под тем видеороликом писали, что это довольно-таки сложный вариант отделки стен для простого человека. Да и слишком дорого выходит по материалам, в отличие от, к примеру, поклейки стен обоями, стоимостью даже за 3000 рублей. На самом деле, друзья, это заблуждение, так как, во-первых, такого вот 5-литрового ведёрка декоративного покрытия хватает на 25 квадратных метров нанесения, внимание, в два слоя, чего, кстати, делать не обязательно, так как можно обойтись и одним слоем, покрыв таким образом уже 50 квадратных метров поверхности стен. У грунт-краски Base расход такой же, при её стоимости ниже в несколько раз декоративного покрытия, да и при нанесении самой грунт-краски в один слой не обязательно предварительно грунтовать поверхность стен пропиточной грунтовкой, так как грунт-краска вполне её сама и может заменить. Да, конечно, пропиточная грунтовка не стоит там каких-то великих денег, но это смотря с какой стороны посмотреть, так как грунтовка бывает разной и по разной цене. К примеру, это стоит 1000, это 300, а это 100, ну и так далее. Да и свойства, разумеется, у них разные. Ну и смотря на какой объём работ это будет всё рассчитано, так как наносится грунт, подчёркиваю, не в один слой. Но в любом случае, как бы там ни было, по крайней мере, мы в нашем случае сокращаем именно время проведения работ. Также при нанесении грунт-краски на поверхность стен из гипсокартона не требуется в обязательном порядке полная предварительная прошпатлёвка поверхности, что уже, согласитесь, экономит бюджет, если это касается каких-то больших объёмов проведения работ. Да и опять-таки, время проведения работ тоже значительно сокращается. То есть, вывод таков. Шпатлевать полностью стены из гипсокартона перед нанесением грунт-краски не обязательно. Второе. Грунтовать пропиточной грунтовкой стены из гипсокартона тоже не обязательно, так как грунт-краска, в общем-то, вполне всё это и заменяет. Ну и в-третьих, не обязательно наносить декоративные покрытия в два слоя, так как, в общем-то, можно обойтись и одним, чего я вам в этом ролике и продемонстрирую. Значительно сократив расходы на материалы, ну и упростив и ускорив процесс выполнения самих работ. Ну и в итоге потом оценим, что из этого всего получится. Но сразу скажу, что данная отделка уж точно ни в коем случае не будет стоить дороже поклейки хороших обоев. Да и времени на проведение работ займёт куда меньше. Ну а результат уж точно никого не оставит равнодушным. Но сразу подчеркну, такая отделка на любителя. Итак, приступим. Зашив необходимый участок стен гипсокартона, в нашем случае это проём в 2,10 на 1,80 м и глубиной в полметра, будем сейчас данные откосы покрывать декоративным покрытием под цвет стен этой комнаты. Разумеется, предварительно зашепотливав места корпежей гипсокартона саморезами. И после их высыхания затем наносим краску бейс. То есть грунт-краску на поверхность гипсокартона в валика. В труднодоступных же местах, то есть в углах, можно пройти с кистью. В прошлом видео при отделке стен декоративной краской я упоминал, что производитель данных декоративных покрытий рекомендует каждому нанесённому слою дать высохнуть примерно 12 часов. Хотя на ощупь всё это высыхает менее чем за час. Так вот, в этом видео мы будем соответствовать названию этого ролика. И будем всё делать куда более проще и быстрее. То есть это будет своего рода эксперимент, вопреки всем требованиям производителя. О чём меня, в общем-то, и просили в комментариях под предыдущим видео некоторые пользователи. И так как мне и самому это стало интересно, я и решил отснять нечто подобное. Так как знаю, что различные эксперименты в процессе ремонта и бюджетные варианты отделки в процессе проведения ремонта в квартире пользуются наибольшим спросом у пользователей. Итак, примерно минут 40 спустя, после высыхания, подчёркиваю, на ощупь нанесённой ранее грунт краски бейс под цвет на тон светлее декоративного покрытия. Теперь приступаем к нанесению самого декоративного покрытия с эффектом шёлка. С помощью вот такой кельмы и вспомогательного шпателя. Предварительно нанеся шпателем на кельмы материал, наносим его кельмой разноправленными движениями по поверхности, дабы получить своеобразный рисунок с перламутровым переливом. При нанесении краски таким образом, рисунок первого, а в нашем случае единственного слоя, не получается ярко выраженным. И лично, на мой взгляд, симпатичным. Потому я в процессе работы с подобными материалами, в своё время поэкспериментировав, нашёл выход из подобной ситуации следующим образом. Дав материалу чуть подсохнуть, примерно минутки-две после нанесения, а наносятся такие покрытия небольшими участками, это для тех, кто не знал. Далее, уже чистой кельмой, делаем восьмёркой вот такие незамысловатые движения, создавая своеобразный рисунок благодаря перламутровому переливу. Такие манипуляции обычно совершаются на втором слое декоративного покрытия, дабы получить наибольший эффект и наилучший результат. Как я это, в общем-то, и показывал в предыдущем видеоролике. Но, ещё раз повторюсь, поэкспериментировав в своё время с подобными декоративными покрытиями, до меня дошло, что вовсе не обязательно мудохаться с нанесением двух слоёв, как это рекомендует производитель, так как, в общем-то, вполне можно обойтись и одним слоем. Тут есть нюанс. При таком методе нанесения, будь то на втором, либо просто одном единственном слое, рисунок получается крупным. Да, кому-то именно так и нравится, но лично я люблю более мелкий рисунок, так как, на мой взгляд, смотрится это намного лучше. То есть примерно вот так. И чтобы достичь именно такого результата, делаем следующее. Тут же краем кельмы делаем вот такие точечные движения, тем самым дополняя крупный рисунок более мелким, точечно-листочно-перламутровым переливом. Вот и весь секрет мелкого рисунка, друзья. Так что дерзайте, не бойтесь и экспериментируйте. После полного высыхания при необходимости такую поверхность можно подвергать влажной уборке, её она не боится. Ну а когда со временем цвет надоест, всё это дело можно перекрасить в другой цвет, либо просто наклеить поверх этого декоративного покрытия обои. Напоследок добавлю, что необязательно производить покраску стен, будь то декоративной краской, либо нанесением траверта, либо венецианки на стены в помещении полностью. В основном такие покрытия служат в тех или иных помещениях, как отдельный элемент интерьера, к примеру, в какой-нибудь зоне с подсветкой, к примеру, над караватией, среди дорогих обоев и тому подобное. Как говорится, здесь уже дело вкуса. Да и расцветок и методов нанесения подобных декоративных покрытий великое множество. И я вам в этом ролике показал всего лишь один из самых распространённых вариантов нанесения декоративной краски при помощи кельма. Вы же в своём случае вправе выбрать и более простые методы нанесения, но уже других видов декоративных красок. К примеру, таких как флюр-деко. А если точнее, это лак на акриловой основе, который придаёт поверхности мерцание драгоценных камней. О нанесении которой я и постараюсь вам поведать в одном из последующих выпусков в продолжении на тему малярки на своём канале. Ну и на этом у меня на сегодня всё, друзья, что я вам и хотел поведать в этом выпуске. Мне остаётся с вами всего лишь попрощаться, ну и как всегда, по традиции, напоследок пожелать вам только роскошной отделки и только качественного ремонта в ваших жилищах. Для кого из вас информация из этого видео была интересной и полезной, ставьте лайки, друзья. Ну а для кого нет, тоже особо не суетитесь. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте и в мою группу ВКонтакте «Ремонт и отделка». Ссылочка на группу будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч на моём канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok